МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Внимательно выслушать каждого и оказать помощь. На этой неделе председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей провел ветки, прямую телефонную линию и личный прием граждан. Реализация местных инициатив для повышения комфорта. В Чичарском районе прошел выездной семинар с председателями Советов депутатов базового уровня. Более тысячи жителей региона без гражданства. Что мешает обзавестись паспортом и рассчитывать на большую часть социально-экономических прав и гарантий? Наше большое воскресное интервью. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. На этой неделе председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей провел ветки, прямую телефонную линию и личный прием граждан. Причем возможностью напрямую обратиться к губернатору воспользовались не только жители района. Об озвученных проблемах и принятых решениях материал наших корреспондентов. Первый звонок из Гомеля. Жительница одного из домов по улице Кирова жалуется на коммунальные службы. По ее словам, жителям предложили оплатить работы, которые во время капитального ремонта здания не выполнялись. Вопрос берется на контроль. Ситуацию изучит комиссия облсполкома, после чего будет принято окончательное решение. Следующий звонок из Светлогорского района. Женщина, инвалид второй группы, проживает в доме, который принадлежит местному сельхозпредприятию. За время использования здания несколько окон пришли в такое состояние, что их дальнейшая эксплуатация стала невозможной. Привести замену самостоятельно женщина не может, а хозяйство в помощи отказывает. Эта проблема решается сразу. Она инвалид второй группы, три инсульта перенесла. Рабила доярка. Отправьте вашего директора туда. Фамилию подскажите. Запишите, пожалуйста. А, все ясно. Сапонник Лариса Георгиевна. Лариса Георгиевна, вы дайте поручение, чтобы к этой женщине нас всю жизнь колхозу отдала. А то еще и все, спасибо, Олегович. Я поручил Гомелинерго помочь вам. Это их колхоз. Перспективы развития предприятия – вопрос, который волнует руководство мясокомбината Кошелева. Сегодня более 90% продукции направляется на экспорт. Прорабатываются также варианты расширения отечественных рынков сбыта. Проблемы возникли после уменьшения объемов поставляемого на предприятие сырья. Хотя решение может быть найдено и в этом случае. Предпринимателям предложено самим заняться выращиванием скота на базе одного из сельхозпредприятий. Приблизительно через две недели председатель облсполкома Геннадий Соловей встретится с ними снова. Тогда, вероятно, и будет принято окончательное решение. Выращивать пока мы еще не умеем. Не боимся, научимся. Но пока не знаем. Поэтому любое предложение, которое поступит со стороны исполнительной власти, мы, конечно же, рассмотрим. Какой-то консенсус найдем в любом случае. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Кабанько. Новости недели. Изветки. Вы смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. На заседании областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва утвердили окончательные результаты голосования. Всего участия в нем приняли 879 320 человек. Это 81,35% отнесенных в списки для голосования. Выборы состоялись во всех округах. В регионе на 17 мест в Палате представителей претендовали 72 кандидата. Наибольшее число голосов среди всех кандидатов получил Николай Васильков, который баллотировался по Будокошелевскому округу. 48 116 или 80% от общего числа избирателей. По словам председателя областной комиссии, избирательная кампания в регионе прошла в спокойном режиме в соответствии с законодательством. В свой полувековой юбилей отметил экономический факультет Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. За это время он подготовил более 9,5 тысяч экономистов. История факультета началась в 1969 году с открытием двух уникальных для страны специальностей «Экономика труда» и «Организация механизированной обработки экономической информации». Сейчас факультет представлен четырьмя кафедрами, которые готовят студентов по восьми специальностям. Две из них – экономическая информатика и бизнес-администрирование – появились в этом году, чтобы развивать в регионе цифровую экономику и организацию эффективных бизнес-процессов. Будущих экономистов учат более 50 преподавателей. Среди них 5 докторов и 24 кандидата наук. Для студентов открыто 4 научно-исследовательских лабораторий. Для практической направленности обучения факультетам создано 8 филиалов кафедр на ведущих предприятиях области, среди которых Беларусьбанк, Беларусьнефть, Гомсельмаш и Центролит. Новое эндоскопическое оборудование для маленьких пациентов. Областная детская клиническая больница на этой неделе принимала делегацию из Японии. Именно благодаря японской программе «Корни травы» Гомельское медучреждение получило уже три гранта на покупку необходимого медоборудования. Последнее приобретение – современный многофункциональный эндоскоп. За 15 лет реализации программы «Корни травы» помощь получили не только медучреждения Гомеля, но и 13 районов области. Восьми из них гранты выделяли дважды. И только детская больница на Жарковского получила уже третий грант. Благодаря японскому эндоскопическому оборудованию обследование маленьких пациентов проходит более информативно. При проведении гастроскопии на большом мониторе сразу видны самые минимальные отклонения. На этой неделе начались праздничные мероприятия, посвященные 76-летию освобождения Гомеля от фашистских захватчиков. В железнодорожном районе возле памятника девушкам-зенитчицам прошел торжественный митинг. Участие в нем приняли руководство района, ветераны и молодежь. В ходе мероприятия они возложили цветы и венки в честь тех, кто защищал Гомель во время Великой Отечественной войны. Память воинов, отдавших жизнь из-за освобождения страны, почтили минутой молчания. Кроме этого, железнодорожный район присоединился к республиканской акции во славу общей победы. Во время митинга земля, собранная в местах захоронений, была помещена в общую капсулу. Акция пройдет по всей стране, а завершит свое шествие в день празднования 75-летия Победы. Капсулы из всех регионов поместят в крипту храма памятника в честь всех святых в столице. Мероприятия по случаю Дня освобождения Гомеля продолжатся в понедельник и вторник. Состоятся торжественные митинги на Аллее Героев и Увечного Огня, а завершится праздник концертом. Реализация местных инициатив для повышения бытового комфорта. В Чичажском районе прошел выездной семинар с председателями Советов депутатов базового уровня. Безопасность жизнедеятельности, оказание социальных услуг, сохранение природного и историко-культурного наследия. За последнее время в районе с помощью международных грантов реализовано несколько проектов в самых разных областях. Наши корреспонденты поинтересовались эффективностью такой формы повышения благосостояния населения. Не будем утверждать, что по количеству реализованных местных инициатив Чичажский район в Гомельской области лидер. Однако поучиться здесь явно есть чему. Только в рамках проекта программы развития ООН «Содействие развитию на местном уровне» в Республике Беларусь за последние три года в регионе реализовали 9 проектов. Причем в самых различных сферах. В Чичажском территориальном центре социального обслуживания населения депутатам рассказывают о местной инициативе под названием «Помощь в каждый дом». За средства, выделенные Евросоюзом, купили автомобиль, музыкальные инструменты и востребованный на селе хозяйственный инвентарь. После чего начали оказывать помощь жителям 23 малочисленных деревень, где проживают в основном одинокие пенсионеры. Для реализации наших задумок было создано три бригады. Это мобильная бригада для оказания социально-бытовых услуг, это информационная бригада и волонтеры. Смогли оказать весь необходимый спектр услуг жителям отдаленных малочисленных населенных пунктов, включая социально-бытовые, культурно-массовые, информационные, ну и другие. Помощь психолога, помощь нашего юриста. Музей хлеба в агрогородке Ботвинова – одна из самых известных местных инициатив, реализованных в Чичерском районе в рамках программы развития ООН. По большому счету его открывали дважды – в 2014 году за собственные средства и в 2017, после получения международного гранта. В обоих случаях цель была одна – сохранение историко-культурного наследия, однако результаты сильно отличались. Если ранее музей занимал всего две небольшие комнаты в местном культурно-спортивном центре, то сейчас это полноценное учреждение культуры с несколькими залами. По большому счету теперь здесь можно не только принимать делегации, но и проводить фестиваль хлеба. Да помогли приобрести духовый шкаф, який умершая у себя 72 буханки хлеба. Вот это нам самая такая подспорья, коли у нас проходят какие-нибудь фестивали альбо святы, то нам, конечно же, легче за все депратьсявать. Контейнеры для раздельного сбора мусора в деревнях Оторского сельсовета появились не по щучьему веленью. Это тоже результат реализации местной инициативы, которую в свое время предложила местная власть. После закрытия мини-полигонов и увеличения в лесах количества несанкционированных свалок проблема сбора мусора стала особенно актуальной. На территории нашего сельского совета полностью установлены везде контейнеры для раздельного сбора мусора. И уличное освещение мы обыкновенные лампы дна поменяли на энергосберегающие светильники, на светодиодные во всех населенных пунктах. В Залесском сельсовете перед написанием проекта проанализировали ситуацию с безопасностью населения и пришли к выводу. Необходимо обучать людей правильно вести себя в любой внештатной ситуации. После выделения международного гранта приобрели специальные манекены, гидрокостюмы и памятки. Мобильный класс оборудован на базе районного центра детского творчества, где каждую субботу проходят занятия с нашими детьми из всех школ и офисов всех учреждений образования Черского района. Ну и взрослое население посещает также этот класс. То есть достаточно интересно, нравится всем и знания, и навыки, которые там приобретены, каждому из нас обязательно пригодятся в жизни. Впрочем, даже если местные инициативы международной гранты не получают, их все равно стараются реализовать. В качестве примера сразу два музея, созданных за собственные средства местного киноконцертного центра в агрогородке Залесье. Музей пасхального яйца, великодный цут и развлекательный центр царства Бабы-Яги. Сказочная героиня, конечно, рекламный трюк. Посмотреть на ее царство и принять участие в организуемых здесь конкурсах приедет больше людей, чем в обычный музей сельского обыта. Хотя задача у них одинаковая – пропаганда народных, традиций и культуры. И хотя проект в Чечерском районе реализовали всего год назад, креативный подход уже приносит результаты. Все новогодние представления уже забронированы. По большому счету, это пример для других музеев и один из главных, сделанных на семинаре выводов. Нужно заниматься активной пропагандой своих инициатив, а не ожидать, пока тебя кто-то случайно увидит в интернете. Скорее не могут рекламировать себя. В каждом районе есть что-то уникальное. Я сама выезжаю в регион и для себя открывала новую Гомельщину. Хотя вы знаете, что по своей работе я всегда выезжала, но немножко с другой спецификой. Но вот с этой точки зрения инициатив, я считаю, что у нас их много. И мы стараемся сегодня их позиционировать. Все равно все зависит от человека. Олег Сентюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели. Чечерский район. В Гомельской области без паспортов проживает чуть более тысячи человек. И речь далеко не всегда о бездомных. Львиная доля – те, кто застрял во времени и до сих пор живет по паспорту гражданина СССР образца 1974 года. Между тем, эксперты напоминают, на законодательном уровне установлено, каждый гражданин республики обязан иметь паспорт. Именно он дает возможность рассчитывать на большую часть социально-экономических прав и гарантий. Так что же мешает той самой тысяче жителей региона обзавестись собственным паспортом? Об этом наше большое воскресное интервью с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан Иван Бушарди. Добрый день, Жан Ив. Рад видеть в Гомеле. Добрый день, Саша. Рад быть снова в Гомеле. В мире продолжается глобальная стратегия по искоренению безгражданства. Какая позиция в этом плане у Беларуси? Компания по искоренению безгражданства продолжается, и она начала свою реализацию в 2014 году. Она проходит под слоганом «I belong» – или «я принадлежу», или «я живу». Глобальная цель этой кампании – это искоренение безгражданства. Но есть и три основных направления. Первое – это сокращение количества лиц безгражданства. Второе – предотвращение возникновения новых случаев безгражданства. И третье – это оказание помощи правительствам по работе в сфере безгражданства. Казалось бы, откуда в современном обществе такие проблемы? Но факт остается фактом. Около 10 миллионов человек во всем мире не имеют паспортов. Что говорит статистика региональная – я про Гомельскую область – и внутристрановая – я про Беларусь? Вы абсолютно правы. Проблема безгражданства актуальна и существенна, и требует разрешения. Как вы правильно заметили, порядка 10 миллионов людей в настоящий момент являются лицами безгражданства. Это феномен касается и Беларуси, и стран региона Сен-Гейса, так можно сказать. Оценочно более 200 тысяч лиц безгражданства проживают на территории государства СНГ. Наибольшее количество из них находится в России. В Украине также есть большое количество лиц безгражданства в Узбекистане. Есть они и в Республике Беларусь. Основная причина, почему они возникли как отдельная категория – это развал Советского Союза. По сути говоря, это те люди, которые были, если так можно выразиться, пойманы распадом Советского Союза и не смогли приобрести гражданство того или иного государства. В результате они стали лицами безгражданства. Другими словами, наиболее уязвимая группа – это те, кто до сих пор имеет паспорт Советского Союза, национальное меньшинство, люди без определенного места жительства и те, кто унаследовал статус безгражданства. И да, и нет. Если мы говорим о бездомных, либо без определенного места жительства, то на практике у них также может быть гражданство, просто они бездомные или им негде жить. Как я уже вкратце упоминал, основная причина возникновения безгражданства в Беларуси – это развал Советского Союза. Разрешите мне предоставить практический пример. Предположим, у нас есть выходец из Узбекистана, который в конце 80-х годов приехал на территорию Беларуси. Он работал или учился здесь, произошел развал Советского Союза, и человек этот не вернулся обратно в Узбекистан для того, чтобы заполнить необходимые документы и податься, и поучить в итоге гражданство Узбекистана. В то же самое время он продолжает жить в Беларуси, не подается на приобретение беларусского гражданства, поскольку считает, что он до сих пор принадлежит, у него есть связь с Узбекистаном, либо просто не хочет этого. И в итоге он не приобретает ни одного гражданства, ни другого гражданства и становится на практике лицом без гражданства с точки зрения его статуса. Это также могут быть такие ситуации, когда люди, к примеру, живут незаконно на территории Беларуси, у них рождается ребенок, и в силу того, что у них отсутствует законный урегулированный статус на территории Беларуси, они не смогут, соответственно, зарегистрировать должным образом своего ребенка, и поэтому в этой ситуации может возникнуть так, что этот ребенок также станет лицом без гражданства. И здесь важно отметить, люди, которые не имеют гражданства, не имеют паспортов, а значит, не имеют возможности рассчитывать на значительную часть социально-экономических правых гарантий. Вы правы в том, что у лиц без гражданства действительно отсутствуют паспорта, так как, например, есть паспорт у вас или есть паспорт у меня. Следует отметить, что у них есть документы, удостоверяющие их личности. В этом случае это виды нажительства лиц без гражданства. Мы при поддержке Министерства внутренних дел проводили опрос лиц без гражданства по всей Беларуси. В итоге получилось, что порядка 90-95% лиц без гражданства как раз-таки имеют виды нажительства. Другой момент, что у лиц без гражданства возникают трудности с поездками за рубеж. То есть речь больше об удобстве, нежели о проблеме, которая действительно гиперважна для любого государства. Да, можно говорить и об удобстве, но все же я бы сделал акцент и на некоторых других проблемах, с которыми сталкиваются лица без гражданства. В частности, если ты не являешься гражданином, то человек не может принимать участие во все государственных выборах. Также следует учитывать и тот факт, что некоторая работа доступна лишь только для граждан. Соответственно, являясь лицом без гражданства, человек не сможет заниматься определенной трудовой деятельностью, например, поступить на госслужбу. Теперь становится понятна актуальность темы. Какого количества людей в Гомельской области касается эта проблема? И как оцениваете вы опыт всех заинтересованных служб в Гомельской области по решению проблемы? Что касается количества лиц без гражданства в Гомельской области, то их порядка одной тысячи человек. Я, возможно, не упоминал ранее, всего по республике насчитывается около 6300 лиц без гражданства. Если говорить о взаимодействии и совместной работе в сфере без гражданства, то прежде всего хочется отметить, что мы тесно сотрудничаем с Министерством внутренних дел, основным государственным органом, который занимается вопросами без гражданства в Беларуси. Я уже упоминал и опрос лиц без гражданства, который мы осуществляли в конце 2017-го, в начале 2018-го года. Благодаря этому мы смогли собрать значительную информацию от самих лиц без гражданства, а именно, какие проблемами они сталкиваются, какие у них видения будущего, есть ли у них вопросы с точки зрения получения гражданства и другое, все, что касается их повседневной жизни и каких-то стратегических решений для них самих. Помимо государственных органов мы также сотрудничаем с нашими неправительственными партнерами. Прежде всего я отмечаю Беларусское общество Красного Креста. Почему упоминаю их? Потому что в 2020 году совместно с Министерством внутренних дел мы хотим реализовать проект, направленный на оказание помощи наиболее уязвимым лицам без гражданства. Было идентифицировано порядка 300 лиц без гражданства, которых есть основания для приобретения гражданства или же урегулирования их правого статуса, но у них не хватает ресурсов. В основном это касается денежных ресурсов для того, чтобы заплатить необходимые пошлины и обратиться. Эти лица уже идентифицированы, списки были предоставлены нам МВД, и платежи по оказанию помощи этим лицам будут проводиться как раз-таки при содействии Беларусского общества Красного Креста. Межведомственное взаимодействие, вижу, налажено достаточно хорошо. Дело за личным желанием каждого из этой тысячи жителей Гомельской области? Я думаю, что для подавляющего большинства лиц без гражданства важно принадлежать какой-то стране, то есть важно получить в конечном итоге гражданство. Тем более, если мы говорим о тех людях, которые проживают в Беларуси очень долгое время, и в особенности о детях, которые были рождены здесь. Тем не менее, конечно же, хочется отметить, что есть и те лица без гражданства, которые говорят о своем нежелании приобрести гражданство в Беларуси, но таких – меньшинство. Поэтому да, в конечном итоге есть у людей желание стать гражданами Беларуси, и я думаю, это желание мы должны поддерживать. Жан Ив, спасибо за интересный разговор, успехов в делах, и до встречи в Гомеле. Спасибо большое за интересную конверсацию, и до встречи в Гомеле. На следующей неделе пульс белорусской столицы будет биться в ритме джаза. 28 ноября открывается 8-й международный фестиваль «Джаз in Minsk-2019». В числе участников – мировые звезды, лучшие музыканты из США, Англии, Франции, Нидерландов, Латвии и России. Волной джаза накроет и Гомель. Самые популярные композиции известных сол и фанг-исполнителей прозвучат на сольном концерте джаз-ансамбля Александра Гулая. Явки, пароли в телеафише нашего культурного обозрения. Гомель 50-х годов прошлого века на фотографиях. В Центральной городской библиотеке имени Герцена презентовали выставку «Город, который возник из руин». В экспозиции любительские снимки начинающих фотографов, которые в то время занимались в специализированном кружке. Эти фото сегодня принадлежат двум коллекционерам – Александру Веснину и Игорю Штермеру. На черно-белых фотографиях – гомельчане, здание и транспорт, плакаты и вывески. Многие места хорошо узнаваемы. Под каждым снимком есть комментарии. А в выставочном зале Гомельского областного центра народного творчества открыли персональную выставку живописи Ольги Копачевой. Художница приглашает всех на арт-прогулку. Гомель, Париж, Ночной Будапешт – экспозиция переносит в мир цвета. Геометрия улиц и архитектурных находок завораживает и останавливает возле каждой из работ. Это своеобразное отражение в картинах профессиональной деятельности Ольги Копачевой. Художница работает архитектором на одном из предприятий Гомеля. Презентация нашумевшего фильма белорусского производства «Упыри» прошла в Гомеле. Так, что нам расскажет Википедия. «Упырь» – это общеславянский мифологический персонаж, заложенный покойник, встающий по ночам из могилы. Он вредит людям, скоту, пьет их кровь, наносит ущерб хозяйству. Худу – это что-то среднее между вампиром и вурдалаком. Но нужны подробности. Идем в кино. Представить картину приехала целая творческая группа. Режиссер Андрей Гринько, продюсер Виктор Лобкович и актер Андрей Карака. Кинолента сочетает в себе несколько жанров – хоррор, триллер, ужасы и ироническую комедию. И это все приправлено аутентичными белорусскими поверьями и легендами. Действие картины разворачивается в лесной глубинке на берегу Тайного озера, где раз в году в Купальскую ночь просыпаются злые мистические силы. Прокат фильма «Упыри» пройдет в гомельских кинотеатрах «Мир» и «Миньон», а также во всех цифровых кинотеатрах региона. Далее анонс культурных событий недели предстоящей. 25 ноября в городском центре культуры состоится концерт известного гомельского джаз-ансамбля Александра Гулая. Зрители ждет погружение в мир ритм энд-блюза, соула и фанка. Начало в 19.00. Тем временем «Оду движению» российского художника Ивана Тарасюка представят в Гомеле. Одноименную выставку откроют в картинной галерее Гаврила Ващенко 27 ноября. Иван Тарасюк работает в самых разнообразных видах и жанрах изобразительного искусства. Своих героев мастер окантовывает темным контуром, при этом не сковывая их в движении. Актеры, прохожие, цирковые артисты бегут по улицам, играют на музыкальных инструментах, крутятся в колесах. Эти шедевры, мне кажется, стоит увидеть вживую. Главный дирижер и художественный руководитель камерного хора Гомельской областной филармонии Елена Соколова готовится отметить 30-летие творческой деятельности. Конечно же, концертом. Бенефис состоится 28 ноября на сцене Колледжа искусств имени Соколовского. 29 ноября на очередной уютный вечер гомельчаны гости города приглашают картинная галерея Гаврила Ващенко. Обещают, что разговор пойдет о самых интереснейших случаях, связанных с известными картинами и их авторами. В этот же день симфонический оркестр Гомеля сыграет вновь мировые саундтреки на сцене ОКЦ. В программе лучшие композиции из современных мультфильмов и фильмов, которые уже стали классикой мирового кинематографа. И на этом все. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгений Макенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.